Набалусь, ты буранку похеровила, идти хуже стало. Вот такое кайфовое озеро сейчас. Мусора много. Да, еще и все озеро дрова надо хоть стаскать. На улице минус 27. Кого-то подрали тут. Всем привет, сегодня у нас 6 февраля, времени где-то 10.30 примерно. Сегодня у нас с Илюхой идем на избу аэропорт. Чуть-то все ветер поднялся сильный. Наверное плохо слышно будет меня сейчас, поэтому снимать буду дальше. Прошли уже где-то в районе 6 километров. Вот, подошли к маяку. Сейчас здесь сворачиваем в лес буранка, вижу, поворачиваю, как раз смотрим, куда она ведет тоже. Не хотелось бы кого-то на избе еще не встречать. То идем там 3 дня все-таки. Там еще рядом-то изб нет, почти одна, только небольшая вроде как. И то не знаю, где-то находится она. Ну все, поворачиваем в лес. Надеюсь, буранка идет на болото, а не на избу. Все-таки до избы еще прилично идти. Где-то, наверное, полпути прошли. Может, чуть поменьше даже. Зашли до трубы вот уже. Ну, идем сегодня хорошо, быстро. Сегодня постараемся опять максимально пройти пешком. На лыжах ехать с рюкзаком не суперудобно. Чуть медленнее будет. Ногами-то бы быстрее дойти. Буранка хорошая идти, прекрасно. Вот, дошли до нашей развилки. Буранка отойдет на избу. Вообще свежак на избу-то идет. Это вот херово. Вперед-то вообще нет дороги. Буранка свежая совсем. Вчерашняя, может быть, мне кажется. Четвертый, вроде, у нас снег шел. Сегодня еще суббота, блин. Все в лесу, мне кажется. Ладно, идем посмотрим, есть там то или нет. Сейчас мы идем здесь по затопленной дороге. Летом это очень препятствие здесь. А сейчас идти прекрасно по Буранке. Пошли не проваливаться, идем прям напрямик. Не надо тут облезать по краю эти болота. И проваливаться там по колену. Вообще прекрасно идти сегодня. С ними, наверное, хорошо заезжать на эту избу. Гораздо легче, чем летом. Здесь мы обычно летом отворачиваем на избу прям напрямик через лет. Ну, сейчас идем дальше, там на болото, пойдем по болоту. В общем, до поворота на болото где-то километр нам остался. И там еще трешку примерно. Что если за час добежим? Ну, а здесь получается маршрут будет там 3,5 часа примерно. Ну, это сырой участок дороги пришли прекрасно. Вообще никаких проблем не было. С обычным там превозмогать начинаем. Дошли мы до поворота на болото уже. Более свежий след идет в сторону Лодьмы. И чуть постареет след идет красное болото на избу, видимо. Туда, в ту сторону. Ну, вот это собака кто-то ездил. Там, кстати, двойной след, смотри. Вот я про это и говорю, я не могу понять, это либо сани балахтались, либо это туда-обратно ездили. Ну, видно, что даже, видишь, здесь сани съехал. Видно, да, широкий след. Ну, если туда-обратно, то будет хорошо. Ну, видно, что как две следа. Да, ощущение, что два следа, да. Может реально туда-обратно. Смотрим сейчас, дойдем, увидим. Тебе осталось не так долго. Полчаса, минут 40, может максимум. Обогнал он Буран, а у нас впереди сейчас. Не знаю, может тоже на аэропорте. Это, мне кажется, не без ночевки. Вроде как без вещей, а с обычными городскими языками двое. Мужчина с женщиной. Может так-то и на деревню здесь, дорога, где идет. Не знаю. На балусь-то Буранку похеровила, идти хуже стало. Еще и ветер появился. Буранка зимой идет немножко не так, как летом. И вот мы сейчас вышли прямо на светлое озеро. До избы осталось километр отсюда. Буранка едет прямо туда. В общем, бежим мы из рюкзаков. Мужик только что на Буране вернулся за нами. Взял у нас рюкзаки, сказал, что сейчас едет туда же, на избу. И довезет сейчас их. Мужик сказал, что не просто катаются и ездят. То есть на ночь они там не останутся. Ну вот, вернуться, помочь нам рюкзаки дотащить. Спасибо мужику. Ну все, вот и подходим к избе. Зимой это первый раз, конечно. Сейчас затопим печечку. Мужик скоро привезет, наверное, рюкзаки наши. И будем здесь обживаться. Останемся здесь на две ночи, скорее всего. Будем заготавливать дрова и готовить, покушать. Ну все, ребята, уехали. Посидели мы с ними, пообщались классные ребята. Ладно, пошли мы дальше топить печку, готовить есть. В избе вроде потеплело, но дрова все холодные, морозные, сырые еще. Мы ведь в ноябре сырые ставили здесь дрова. Так они нихрена не высохли здесь. Очень долго печку разводили. Сейчас вроде подкачегарили, стало более-менее. В общем, чайчик у нас уже вскипел. Рулетики у нас в 5 рулетиков классических. Ах, как пахнет-то. Они сейчас мороженые, еще похрустимые, вообще классно. Печка у нас топится, уже вышел в нормальный рабочий режим. Жарит бешено. В избе становится потеплее вроде, но пока еще в одежде сидим. Сейчас поедим, попьем водички и повалим за сушинкой какой-нибудь. Хотя бы приметить, надо посмотреть, может, мы снесем сегодня, а может и не снесем. В общем, печечка там немножко поддает. Взяли вон пилу, топор. Сейчас прогуляемся вокруг озера, посмотрим какую-нибудь сушиночку. Надеюсь, сейчас какую-нибудь свалим, даже одну хотя бы. И потом, если что, сегодня или завтра напилим, принесем. Приехали снова заготавливать дрова, потому что летом надо бы сюда приезжать, открыть крышу полностью, будет не до дров особо. Поэтому у нас сейчас цель на этот поход по максимуму заготовить дров, чтобы летом об этом особо не запариваться уже. Если бы кто-то лунку прорубал, у нас чашка стоит, в которой воду черпаем. Воды не так много здесь, а там лед пробить целиком не получилось. Здесь вот бураночка еще идет куда-то туда, старенькая. Нам здесь рассказали сейчас, что были на прошлой неделе на выходные, здесь кто-то ночевал тоже. В общем, идем, посмотрим сушинки по берегам. Но что-то не видно ни хрена. Вон такое кайфовое озеро сейчас. Стоим он просто посреди озера, идем здесь. Да, здесь сверху снегом навалило, а снизу под снег выдавило воду. Идем, провалимся периодически. Вон там под водой это лед сразу идет, поэтому не черпаем, но идти неудобно. Нашли вот несколько сушинок, вот одна стоит без коры прямо. И вот еще две маленькие сухие, сейчас мы их свалим. Не знаю, сейчас унесем не унесем, но сейчас завтра унесем. Так-то вон там впереди еще какие-то наклоненные сосны стоят, тоже посмотрим сейчас их. Буранка идет туда, катался, видимо, неделю назад идет туда в лес куда-то. Все, может по ней пройдемся даже немножко. Ну вот пошла. Все, первая пошла. Сниму еще пока видно, пока камера не села. Вот такую сушинку еще нашли рядышком здесь. Здоровая зараза. Валимся по канону. Выпилили вот такой небольшой паз. Сейчас его уберем. И запил с другой стороны, и свалим его в ту сторону. Как раз поближе к озеру. Вот такой вот сруб. Больше моей ладони. Сантиметров 20, наверное, в диаметре. 10 минут работы. Обычная дружба, никакой бензопилы. Падает в нужное направление. Сначала здесь под углом, потом прямой. Запил чуть меньше, чем до середины. Топором этот клинк взбиваешь. И под наклончиком с другой стороны запиливаешь. 10 минут. Сосна лежит. Давай. В общем, пошли мы чистить эту территорию у избы. Надо козла откопать до костровища. Может, у костра посидим, не знаю. А козла-то сильно уже под снегом. Даже не попили дровач на них. Их-то надо в первую очередь откопать сейчас. Ну, почистили здесь козла сколько смогли. Скамейку немножко отрыли тоже. Если бы сюда подойти, можно не по сугробам. Костровища откопали. Скамеечку почистили немножко. Костровища вообще намертво стоит сейчас. Вмерзло. Даже не шатается вообще никак. Козла тоже самая. Сейчас, наверное, пильнем вот эти три сушины, которые принесли сегодня уже. Там еще у нас две лежат где-то на той стороне озера. Но сейчас уже темно, не пойдем за ними. Давайте вот три можно попилить. Недовольно длинные так-то. Я думаю, мы за два дня сожгем где-то столько. А то даже и меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, напилили дровишек. Вот это вот куча. И вот эта вот куча. Это, собственно, были здесь три сушины лежали. Это вот все, что мы с них напилили. На самом деле, дров много довольно-таки. Илёха что-то изъявил желание поколоть дрова. Ну, собственно, кто я такой, чтобы им отказывать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В принципе, в печку так влезет. Сейчас сносим всё это в избу и оставим прямо в избе, что там они сохли. А то на веранде, блин, пришли, сегодня всё сырое было. В общем, взял пилу подточить. Напильник не нашли тут. Сейчас подтачиваем всё потихонечку. Здесь... То пила херовенько пилит, на той же генрете лучше. Сейчас подточим, надеюсь, получше будет. Леха тут ходит и прибирается. Вон целая корзина уже всякого мусора непонятного. Все это поджигаем сегодня и завтра. Стекло в помойку отнесем. В общем шлака реально много. У нас как раз пространства под кроватьми не были осмотрены. Сейчас все там прибираем и сжигаем лишнего. Какого-то мусора там перьев много. Все это в печку. В общем в этот раз я взял с собой нут приготовить в лесу. Никогда такого не готовил в лесу. В общем у меня уже размок 6 часов примерно. Сейчас поставил его вариться. Там у нас полная топка дров почти. Надо чайник закипятить. Вода окончается уже. В общем сейчас буду готовить часа два ближайшие. В общем сварил нут. Сейчас не будем его есть. Завтра оставим. С грибочками и с фасолью завтра сделаем его. Надо было его на ночь заливать. Я что-то не додумался. Днем залил. Потому что сейчас готовить его. Времени 20 минут первого уже. Завалились спать. Сегодня кстати день довольно продуктивно прошел. Дрова заготовили. В избе перебрались. Может капилу подточили. Завтра будем дрова целый день заготавливать наверное. Приверемся на чердаке еще попытаемся. Да и все наверно. Больше ничего делать не будем. Ладно. До завтра. В общем утро второго дня. Час назад где-то проснулись. Затопили уже печку. Там вроде как чайники закипают. Первый выход на улицу сегодня. Свежо на улице? Свежо, а? Минус 21 пишет. Нормально. Сегодня ночью вообще тепло спать было. В избе конечно был минус под утро, но не так чтобы замерзли. Скорее было совсем тепло даже в спальне. Закинул здесь грибочки с фасолью. Заливаем это все соевым соусом. Немножко. Ну и сюда сейчас добавляем вчерашний нут. Он конечно немножко замерз. В общем готов. Нут с грибами, с фасолью, соевым мясом, с кетчупом. Вообще вкусно должно быть. Еще сыр туда бахнули. Вообще класс. Идеально. Мне кажется такого еще на этой избе никто не готовил. Вот. Времени почти 10 утра. Солнце встало. Рассвело уже полностью. Идем заготавливать дрова. Сейчас там принесем большую сушину вчерашнюю. Свалим. Там еще куча мелких было. Рядом стояло. Принесем сюда сейчас все это. И потом займемся вторым этажом, чердаком здесь. Будем прибираться там. На улице прохладно сейчас конечно. Холоднее чем вчера. О, температура еще опустилась. Минус 23 сейчас. Нифига. Вот пока вышел из теплый избыток не ощущается. Сейчас будем работать тоже нормально будет. Какая красота на озере все таки. Избушечка. Дым идет. Классно. Под задуло кстати буранку то после вчерашнего ветра. Вот все ночью ветер дул. Сильный довольно таки северный. Как раз вот с той стороны. Ну все. Распилили большую сушину. Потащили вот к збе. Далековато конечно сито здесь. Но все лучше чем летом здесь таскаться с ними. Четыре ходки у нас будут всегда большой сосной. Четыре полена распилили ее. В общем вот принесли эту сушину. Вчерашнюю большую. Четыре вот таких бревна получилось у нас. Сейчас Алёха полезет чердаком заниматься. А я еще потаскаю. Что вот с этим будем делать? Надо поедать костер, чтобы пускать. Вчера не помню показывал или нет. Вытащили вот эту корзину всякого говна из под кровати. Какие-то дырявые тапки насквозь там без подошвы даже. Валенки там гнилые. Бутылок много из под водки как обычно. Слышно где-то техника ездит за болотом где-то видимо. Район Лодима. Сумары может быть где-то вот в той стороне. Уже не знаю. Сейчас наверное слышим как они ездят тут. Прям вообще близко. Не знаю что они там делают. Не так чтобы далеко-то. Быть не может чтоб к нам не приехали. Ну не знаю. Сегодня воскресенье так-то. Только одной день может кто-то и заедет к нам. Может чаем напоим кого-нибудь. Вот несу уже. Следующее бревно. Вчерашнее сваленное. Тяжелая зараза одного дотащить. Нормально. Скультура. Скультура это хорошо. Притащил вот уже два полена. Вот это и вот это сверху лежит. Люха пока все выкидывает сверху вниз. Сюда. Куча досок всяких. Поддоны какие-то там. Мусора много. Тоже всякого. Это мы все сжигаем наверное вечером сегодня. Ну вот. А доски естественно потом наверх положим тогда. Приверется все. Но здесь буквально рядом еще найдены две сушинки хорошие. Вот прям впереди кадр стоит. Без коры уже сверху абсолютно сухая. И вот еще одна без коры стоит тоже сухая. Эту вот я сейчас впереди вальну. Наверное поплавим пельну да отнесу. А вот тут наверное с Илюхой будем валить. Что-то она здоровая. И я думаю вот этих двух нам уже и хватит. Еще всякую вот такую мелочь тоже потаскаешь. Вот эти вот стоят веритки. Небольшие совсем сухие. Тут еще две маленькие стоят. В общем сожгли весь пластик. Который здесь был. На чердаке ненужный. А пока Леха там прибирался на чердаке. Притащил вот эти все дрова. Куча дров вообще. Только что еще большую дров принесли. И там еще у нас три больших лежат. Тоже дотащим. И мелочи там еще немножко тоже есть. Дров тьма просто будет. Ну все оставим себе же на лето. Летом придем. Будет не до дров. Поэтому еще сейчас заготовить их. Оставить. Будем только там попиливать их. На мелкие дрова доколоть. Хоть бегать не придется по всему болоту. Искать сушину эти. Потому что рядом с Ильбой уже ни одной сушины не осталось. Что-то немножко не было. Начинают затягивать. С утра посветлее было. Солнце начинает затущими скрываться уже. Кстати говоря вот сейчас идешь так и лицо подставляешь солнцу и чувствуется тепло. Хотя сегодня 7 февраля еще только. Но день уже конечно сильно увеличился. По сравнению с концом декабря. Там день был меньше четырех часов. А сейчас семь с половиной. Работать одно удовольствие. Время сейчас около двух. Парочку сушил еще принесу. И пойдем обедать. Дров конечно много заготовили сегодня. Но я думаю до 5 часов время ездить. Я еще наверное похожу подготавливаю. Как говорится больше не меньше. Илюха вон верхуху тащит. От сушины от этой. Большой. Что ты мне наврал про Леху верхушку то? Я сам ей донес. Вот Илюха отрабатывает свои 40 обязательных часов. Назначенных судом недавно ему. Закат остался уже меньше полутора часов. Ну то есть от того дня еще. Ну где-то часа два будет видно что-то и все. Потом потемнеет. Кстати опять погода разъяснила. Вроде тучи набегали, а что-то опять сейчас все разнесло. Только что наконец-то пообедали там. Доели нут с утра еще, который остался. Вроде как силы появились теперь. Можно часика два теперь поработать и весь вечер отдыхать сидеть будем. На самом деле так идешь пустое вроде как. С избы вот с дровами. Блин понимаешь все таки. Да хрена далеко мы их таскаем. Ну вообще не рядом с избой дрова-то. В каждое поле надо таскать сейчас метров по 200-300. До избы. Это одна охотка туда-обратно. Метров 500 выходит. Далековато, да. Но у избы никаких дров нет уже не осталось. Ну так он сегодня находил уже километров 10 наверное по этому озеру. Туда-обратно. Ходок 30 уже наверное сделал. Ну все осталось. Вон два ствола пошли принести. Последняя ходочка за сегодня. И все с дровами покончено на заезд. Будем так сейчас пилить, рубить их. Больше ничего. Солнце уже вроде как село даже. Как раз успели до темноты весь день. Сегодня убил на дрова. Вообще по кайфу. В первой жизни заготовил столько дров. Ну в хорошей избе не жалко. Да, еще и все озеро дрова приходится таскать. Еще и речь. Это мы до обеда принесли. Это вот после обеда принесли. Дров не мерено на избе. Это замечательно. Ну кажется, здесь никогда столько дров не было. Хе-хе. Еще вон здесь лежат. Еще в избе есть дрова. Ой, какой кайф на улице. Тут так в окошко посмотреть посидеть. Илюха по телефону болтает. Дымок идет от костра. Закат. В избе тепло. Печечка горит постоянно у нас. По чуть-чуть подкидываем вечно. На улице минус двадцать семь. Пошли напилить дрова. Времени семь вечера уже. Первую кучу дров напилили. Которые до обеда приготовили. Мне сейчас ушло попилить все это. Сейчас чуть-чуть поколем в дом себе. Надо сейчас ставим, чтобы сохли. Теплые просто были все. Вот, затащили пополотые дрова. Немножко кругляка еще закинули. Который хрем поколешь. Ну так, кругляком прям будем запихивать его. Потихонечку. Сейчас буду отмывать сковородку и готовить макарошки сегодня. В общем, приготовил макарошки с грибами, с фасолью, соевым мясом. Сейчас еще добавлю сыр. Добавлю кетчуп. И будем ужинать уже временем 9. Без минуты. Время 11.03. Идем спать. Там несколько круглых сушилочек лежит в печке. Заслонка закрыта. Там долго будет гореть все это. Думаю, пару часов будет тепло. Удро третьего дня. Полтора часа назад проснулись. Подкинули печку там сразу. Сейчас вроде в избе тепло. Надо уже закрывать макароны по-быстрому. Завтракаем. И мы начинаем собираться потихонечку уже. Сегодня было чуть прохладнее спать. Но совсем не сильно. Минут 25 спать можно здесь. Здесь спальни теплые. Позавтракали. Времени полдесятого. Идем работать на улицу. Солнце встало. Абсолютно чистое небо. Прохладно вроде как на улице. Чуть меньше 20 градусов. Ну вот, притащили. Дрова сюда положили. Блин, под крышу не влезали они. Что-то длинновато получилось. Летом придем напилим. Все это не успеет сгнить, я думаю. Надеюсь, так-то солнце как раз летом встает. Думаю, оно просушит все здесь. Ну все, с дровами разобрались. Здесь. В избе. В основном круглях. Снизу немножко поколотых еще есть. Над печкой сушат поколотые дрова. Здесь прям много-много их. На улице полный дровяник. Наколол щепочку на растопку. Надеюсь, Найд до нас останется еще здесь. Илюха вчера здесь весь день прибирался наверху. А теперь все вот так здесь выглядит. В принципе, гораздо лучше, чем было стало. Ну да, хлама нет никакого. Есть куча места под новый хлам. Собрали вот такой пакет еды. Здесь килограмма четыре наверно. Оставим его на лето нам. Это все, что мы приносили за лето. Килограмм. За осень. Все наша еда. Здесь тоже еда остается. Например, пачка макарон лежит здесь. Тут вон супы лежат. Еще макароны, кофе, чай лежит. В общем, здесь еды-то куча. Принесли сюда бутылку масла. Здесь оставим ее, не принесем. Прятать. Еды на избе много, но вот мы себе еще тоже принесли. Оставим. Потому что летом будем здесь работать. Еду тащить не особо хочется. И так будет много вещей. Еще написали отзыв в избу. Шестое-восьмое. Здесь, кстати, прошлый отзыв от 5 декабря 2020 года. Были Дмитрий, Алексей, Антон и Демид. Выразили нам благодарность тут. И привезли спальники и подушку. За что благодарность им выписываем от нас. Видно, что мы не зря что-то делаем. Люди приезжают и пользуются этой избой. Это хорошо. Подметаем пол. Нары прибраны. Рюкзак убираем уже отсюда. Здесь все прибрано. На столе прибрались. Здесь только чехол от камер наших. Вторую кровать тоже прибрали. Спальник, который пустые привезли. Повесили обратно на веревку. Ну все. Собрались. Выходим. Времени это 11.15. Хорошая избушка. Летом будем доделывать крышу у нее. Опять же повторюсь. Если мы завезет доски, будет классно. Вдруг у кого есть возможность. Может даже кто-нибудь рубероид затащит. Хрен знает. А так, если еще, мы все сами сделаем, конечно. В любом случае. Избушка классная. Первый раз зимой здесь. Зимой здесь тоже хорошо, конечно. Ну все. Долетели до Светлого. Еще минут 15, наверное. Пока идем пешком. Заморозки были сильные. Почти по 30. Буранки встали. Сейчас вообще хорошо идти по ним. Что-то после озера дорога немножко испортилась. Надеяли лыжи. Уже скоро пойдем к дороге на самом деле. Там, я думаю, без лыж пойдем дальше-то уже. На лыжах сил гораздо больше тратится. Как-то вот не такой большой любитель лыж на самом деле. Ну все, вышли на дорогу. Алюха хочет дальше на лыжах ехать. Я что-то пешочком пойду. А то уже больно жарко на лыжах ехать. В общем, иду по затопливному участку дороги. Уже прекрасно идти. Отлично накатанные буранки здесь. Вмерзшие, к тому же. Конечно, с летом не сравнится. Идти изумительно вообще. Скорость не падает совершенно. Уже на самом деле подходим к развилке на лодьбу. И на дорогу в аэропорт. Здесь даже останавливаться не будем. Наверное, дальше пойдем сразу. У маяка отдохнем чуть-чуть. Ну вот, дошли до развилки. Дальше идем на маяк. Кого-то подрали тут. Ну вот, видно следы какие-то. Видимо, это была куница, что ли, какая-нибудь. Тела-то нету, костей никаких нет. А вон, справа-то не тело лежит он? Думаешь? Ну да. Ну вот и маяк. Все, вышли из леса. Тут где-то восьмеры, наверное, осталось. Примерно. Где-то полпути прошли, можно сказать. В общем, мы у маяка немножко прикусили еще вафельками. С водичкой. Аж силы появились. В пути мы еще, кстати, двух часов не прошли. Очень быстро по зиме выбираться с аэропорта. Что-то Илюха у нас убежал. Бежал впереди, сейчас прилег отдохнуть. Лежит, челяет. О, куропат какая полетела. Ничего. На самом деле, мы дошли до нашего поворота. Ну вот, проходим в военку. Ну все, поход подошел к концу. Три дня на избе прожили. Первый день встретил нашего зрителя Игоря с женой Светланой. Вчера заготавливали дрова целый день. Убирались на избе. Сегодня приправились, вышли домой. Считаю, что продуктивно провели эти три дня в лесу. В общем, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И ходите в походы. Ходите в походы. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok